Чингис, означает ли это, что ты не исключаешь свое возвращение в Кайуан? То есть у вас остались хорошие отношения с этим промоушеном? Да, промоушены, скажу честно, мне нравятся. И у нас были такие моменты, что когда мы расторгнули контракт, что у них была очень большая просьба, что в следующем году может ли он вернуться. И на то мы с менеджером ответили, что да, это так и должно быть. Я хочу вернуться и посмотреть, кто же у них будет чемпионом в этом году. Чтобы в следующем году я забрал пояс. На то, как я знаю, что они не разыграли пояс 70 килограмм. Вот что было последний раз, 23-го вроде бы прошел турнир в марте. Нет, не в марте, а в 23 февраля. И там на Сайтама Супераре прошел турнир, поэтому они не разыграли мой пояс. Поэтому я думаю, что вполне возможно, что в следующем году, если у нас не будет супер какого-то эксклюзива с какими-то промоушенами, которые всегда хотят подписать эксклюзив со мной, но на то у нас всегда есть встречные контракты. Потому что у меня менеджер сильный человек, поэтому эксклюзив это не всегда хорошо, как он говорит. Контракт с Беллатером, он у нас на год и считается промоушеном, в котором в Америке или еще где-то я не имею права выступать. Ну, в том числе, грубо говоря, это Глория или еще что-то. У нас контракт на год и у нас заложено было и есть три боя. Так что это идет эксклюзив. Я как бы выступаю тут как лицо Беллатера кикбоксинг в Европе. Вот что. Потому что они пояснили это так, что очень много фанатов в Европе, и поэтому они хотят подписать со мной этот контракт. И наша команда отреагировала на это хорошо, потому что промоушен сильный и по условиям все очень хорошо. И, как говорится, мы двигаемся вверх, а не стоим на месте. Вот такая выставка. На сегодняшний день есть какая-то информация по поводу следующего поединка? Как говорится, да. Она есть. Это будет бой в июле, по планам. В июле-летом это будет Беллатер. И по сопернику еще неизвестно. До июля мы сами не подтвердили ни одну дату. Мы захотели оставить на июль по своим определенным моментам. Я скажу так, по поводу, если Глори говорить, все задают вопрос по поводу Глори. Чингиз почему-то не в Глори. Это я озвучивал пару раз, но скажу, как есть на самом деле. Глори уже с 2015 года очень активно с нами вели и ведут переговоры по поводу того, чтобы я попался в бои Глори вообще. Без разницы, какие это. Супер файт или какие-то рейтинговые бои какие-то у них там бывают. Или турнамент, который 4 бойцов. Какая ситуация? Глори всегда хочет с нами подписать эксклюзив. На другие условия он не хочет идти. Они сказали, если... Очень сильный контракт они нам предложили после боя с Энрике Келлем. Монте-Карло, мы боксили за пояс. После этого боя активно начал Глори даже все мелочи писать в контракте, что мы хотим Чингиза Лазова, потому что он один из таких бойцов, который должен быть у нас. И эти вопросы решал мой менеджер. На это все отреагировал очень. Мы хотели подписать. Потом, когда они начали обрезать нас по боям, по всем, можно сказать, боям, которые у нас были. У нас график простой. У нас бывает такое, что уже на 2020 год есть бой. На конец 2019 года у меня есть 100% бой в ноябре, который ежегодно в этом проходит в Франции, в Марселе. У меня там пояс. И это единственная организация, которая может пойти и сделать наши условия контрактные по всем моментам. Поэтому в Франции мы сейчас летаем только на этот турнир в Марселе в ноябре. И поэтому получилось, что они... Потом получилось, что мы выиграли K1. И параллельно Глори всегда отправляла свои контракты. Но у нас есть момент, что мы хотели реально подписаться с Глори. Это в 2017 году. Когда это было после чемпионата, после восьмерки в К1. После того они сказали, что если вы будете боксировать в Глори, нужно отказаться от всех поясов. И вот такие вот моменты. У нас есть определенная защита по этим поясам. Поэтому мы как бы не соглашались. Скажу честно, по условиям они вроде бы... Вроде бы все было неплохо. Но когда уже появился Китай, WLF, вот эти все моменты. Вроде бы тогда были условия, вроде бы все неплохие. Но как мы перешли уже определенно после защиты с Хинатой, вот в том году, как бы уже условия очень сильно поменялись у нас по боям. И Глори в последний раз с нами разговаривал на эту тему. Это было летом, когда предложили контракт. И все, после этого в том году. И после этого мы отказались, потому что у нас уже были определенные условия, что на будущее это может быть Белатар, это может быть еще организация. Ну, как бы Глори это та организация, в которой мы должны быть давно, но не все от меня зависит. Но я сам бы хотел быть там. И определенно я знаю всех бойцов. И там есть два бойца, с которыми определенно... Все хотят, чтобы мы увидимся. Все прекрасно их знают. Тоже Ситича и Григоря. Остальная топ там пятерка, десятка. Я кого-то выбивал. Бывало такое, что я из десятки четверых выигрывал. Тот же Кристиан Байя, с которым я встречал. Он считается активный парень, как все прекрасно знают. И на него Глори тоже в свои моменты ставил акцент хорошего боя. И ставил ему и защиту Ситича. Но все не могут понять, почему мы не там. Но пояснение такое, что не все от меня зависит. И условия очень важны. Мы должны быть не только закрыты в Глори, но у нас должны быть эксклюзивные контракты еще с другими организациями, чтобы мы могли защищать свои пояса. Вот и все.